Всем здравствуйте. Слово Андрею. Это сеть одежды, насчитывающая больше 120 магазинов в России и развивающаяся активно, также насчитывающая интернет-магазин в своем штате. С программой лояльности больше 650 тысяч человек, участников. В процессе нашего развития мы пришли к вопросу о том, как считать нашу рекламу в целом, как наша реклама влияет на наши магазины и продажи офлайн и также на онлайн-магазин. Как нам сплитовать бюджеты, как нам достигать максимальной эффективности и какие каналы, которые мы думаем, что они работают, а на самом деле они не работают. Это очень важный вопрос, потому что когда началась пандемия, все стало очень сложно. Люди перестали ходить в торговые центры, а в какой-то момент они вообще перестали куда-то ходить. И началась борьба за клиента, за того человека, кто пойдет. И здесь очень важно было выбрать нужные каналы рекламы и нужную аудиторию, которая так или иначе ходила бы в магазины и которую мы могли бы привлечь. И влияние рекламы на эту аудиторию – это очень важно. И оценка рекламы, именно влияющая на продажи в офлайн-магазины – это была тоже очень важная история, потому что иначе мы бы полили бюджеты направо и налево. Для решения этой задачи мы попросили ребят из Кафе Аналитикс нам помочь построить модель оценки рекламы в целом и поканально, чтобы сделать какой-то более логичный сплит. По итогу мы достигли сокращения неэффективного бюджета на 20%, и мы добились лучших результатов, мы получили логичный рекламный сплит, который мы можем использовать дальше и тестировать, изменяя его, добавляя новые элементы или исключая какие-то старые элементы. Мы получили возможность оптимизировать бюджеты, рассчитывать емкости каждого канала, которые нам нужны для достижения лучшего результата, и получили довольно-таки эффективный инструмент управления рекламными продуктами. Но все это потребовало довольно-таки больших сил на составление прогнозов, и здесь Аня, она лучше расскажет, как делаются эти умные вещи. Спасибо, Андрей. Наверное, может быть, не заметили одной важной очень вещи, слушатели, я боюсь, что важно было рассчитать эффект именно на оффлайн продажи. То есть если онлайн мы примерно знаем, то есть у нас там есть та или иная модель атрибуции, даже пускай там last non-direct click, но тем не менее мы знаем, какой канал какие продажи принес, то для оффлайн, а это составляет большую часть продаж Бенетона, именно продажи оффлайн, там до 90%, мы не знаем, как влияет реклама, даваемая онлайн, на оффлайн продажи. Только небольшая часть мы можем привязать по каким-то идентификаторам. Поэтому задача стояла именно в этом. Как вообще развивалось наше сотрудничество с Бенетон? Мы двигались от как бы просто аналитики привычной анализа тех или иных показателей, которые наверняка есть и у вас, от этих вот отчетов, которым сначала просто задача была собрать данные, их там визуализировать, к тому, чтобы строить уже модели, которые будут учитывать, как какой фактор влияет на то или иное действие. То есть мы построили модель LTV, и далее у нас сейчас консалтинговые модели, то есть когда мы уже предполагаем, какую нужную модель построить для того, чтобы бизнес эффективно принимал решения. То есть эволюция идет от того, чтобы просто описать то, что происходит, к тому, чтобы решить, что будет дальше, то есть предсказать, что будет дальше, и самое главное решить, что делать. То есть в данном случае распределение маркетинговых бюджетов для того, чтобы реклама эффективно сказалась на оффлайн-продажах, это как раз продиктивная аналитика. Сейчас я вам расскажу то, что произошло на примере одной рекламной кампании. Представим, что у нас есть маркетолог Степан, допустим, назовем, и он обещает своему директору рост продаж, если дать ему денег на рекламу. У него есть какие-то предположения о том, как распределить рекламный бюджет, и вот посмотрите, здесь там даже он предлагает, в том числе, ТВ, который никак уже не отслеживается, да, даже онлайн, он предлагает там соцсети, там имейл-маркетинг и так далее. Директор Борис говорит, ну, Степан, это все здорово, но денег-то просишь сейчас, а продажи будут потом и вообще будут ли? Чем докажешь? Ну, тут Степан предлагает настроить систему аналитики. Он даже предлагает включить туда РОПа. Если что, я не Степан. Нет, 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 конечно, как можно подумать. Вот, рекламная кампания закончилась. Вот результат, да, как, я думаю, что сейчас все узнают свой отчет. Вот столько лайков, столько шеров, репостов всего на свете, то есть очень здорово, да, но Борис говорит, Степан-то обещал деньги, а не вот это вот все. И, в общем-то, самое грустное было в этой истории то, что атрибутированный доход, то есть доход, о котором мы точно знаем, какие рекламные кампании принесли там, какие продажи, он оказался даже меньше, чем рекламный бюджет. Ну, в общем-то, что получается, реклама не работает? Ну, Степан говорит, что объем продаж вырос, как и он обещал. То есть атрибутированный доход такой маленький, просто потому, что система аналитика не знает все про оффлайн-продажи, про большую часть продаж. А теперь опрос. Представьте, что вы Борис, и выберите правильное утверждение про эту историю, да. Первое. Реклама Степана не работает, продажи бы и так выросли. Вот кто за первый? Проголосуйте, пожалуйста. Так, один человек. Второе. Реклама Степана работает, но не вся. Надо оставить только то, что атрибутировано было, да, там, то, к чему был атрибутирован доход. Кто за второй голосует? Нет рук. Третий. Мы вроде знаем, что остальные каналы тоже работают, но знаем в попугаях, а надо в деньгах. Кто за третий? Так, уже больше рук. Три. Так. Четвертое. Аналитика, которую заказал Степан, работает только для части рекламных каналах, а атрибутирует только часть дохода. Кто за этот? О, большинство. Я на самом деле за первый вариант. Ну, как обычный директор, ну, любой бизнес смотрит только на деньги. Сейчас про первый как раз. Сейчас про первый у нас будет речь, да, дальше тоже. В общем, коллеги, вы совершенно правильно определили большинство, да, то есть правильными ответы мы считаем третий и четвертый, потому что действительно именно дальше на нашем опыте мы убедимся на том, что если построить систему аналитики правильно, то мы узнаем намного больше. Это будет речь дальше об этом. И, в общем, основной как бы вывод из этой истории, мораль всей сказки такова, что вы, Степан, если помимо каналов, которые напрямую атрибутируются к продаже, вы используете такие каналы рекламы, эффективно которых отследить сложнее. Это медийка, блогеры, ТВ, то есть все то, что не имеется при косновении с сайтом. То есть пользователи не коммуницируют с вами на сайте, соответственно, у вас нету о нем никакой информации трекинга. Дальше. Продажи происходят не только онлайн, но в оффлайне или на маркетплейсах. То есть часть продаж, они как бы вне трекинга вообще, причем может быть даже большая часть. Третье. Вы уже используете аналитическую систему, чтобы отследить эффективность источников и онлайн продаж. То есть, скорее всего, конечно, да, основная аналитика у вас настроена. И, скорее всего, если у вас там какой-то оффлайн, вы даже используете робот там, где можно найти какой-то идентификатор. Например, пользователь оставил телефон на сайте, оставил телефон в магазине, вы связываете и понимаете, что это был эффект рекламы. То есть, если эти пункты для вас верны, то оставайтесь, слушайте дальше, как мы считали реальный вклад каждого канала рекламы в оффлайн продажи. Ну, либо, я говорю, это подходит для ситуации с маркетплейсами. Что мы делали? Сначала мы еще просчитали прогноз. То есть, это вот к тому, что сказал Андрей, что продажи бы выросли и так. А действительно, может быть, они выросли бы и так. То есть, посмотрите, здесь прогноз у нас как раз получился положительный, что у нас происходит рост продаж. Мы посчитали на предыдущих периодах, насколько корректно наш прогноз считает. То есть, как он прогнозировал, не зная этого, те данные, которых мы уже знаем. Мы получили погрешность 5%. Дальше рекламная кампания прошла. И посмотрите, вот это вот мы обвели дополнительный эффект. То есть, то, что мы получили сверхожидаемого, сверх прогноза. Дополнительный эффект составил около 10%. То есть, с учетом погрешности 5% от 5 до 15%. Надо, наверное, только сказать на каких, что это оффлайн. Да, да, да. Здесь график, ну, он больше такой показатель, ну, как бы мнимый, да? Да, да, да. Но это оффлайн. Оффлайн имеет большие обороты, поэтому там 10% всплески – это очень много. Да, да, тут, что касается процентов, тут именно мы берем оффлайн, причем мы берем для прогноза максимально вот сегмент, который мы хотим отследить. То есть, допустим, Москва там нас интересует. То есть, чем уже мы возьмем все вот эти факторы, тем точнее у нас получится прогноз. Это тоже очень важно. И чем лучше мы исследуем вначале, что вообще влияет. То есть, мы провели полное исследование, какие факторы в целом помимо рекламы влияют на продажу. С учетом этого построили прогноз. Вот. Ну, то есть, очень просто, да? То есть, сколько было бы без рекламы мы посчитали и посчитали, сколько получились рекламы. Вот это добавочный эффект. Это мы точно знаем, что его принесла реклама. Дальше мы собираем статистику по охвату каждого канала. Здесь тоже важно именно в том сегменте, в котором мы делали прогноз. То есть, с той же географии, допустим, Москва. Получили вот такой сплит по охвату. И оценили влияние каждого канала на продажи. То есть, в данном случае это матрица корреляции с лагом. Но постараюсь объяснить понятней. То есть, если реклама резко увеличивается в какой-то момент, то одновременно увеличиваются продажи. То есть, в таком случае, когда такое происходит несколько раз, мы говорим о том, что есть корреляция. Иногда некоторые каналы, они не сразу действуют, а через неделю, допустим, у нас таких много было. Тогда мы говорим о корреляции с лагом. То есть, прошел всплеск рекламы, и через неделю выросли продажи. Вот такое у нас получилось распределение по доле влияния. Но есть еще очень важная вещь. Мы еще скорректировали эту долю влияния с учетом охвата каждого канала. То есть, именно для этого мы собирали в том числе охват. То есть, если даже канал какой-то действительно был всплеск и одновременно увеличились продажи, но если охват у него очень маленький, мы как бы не верим, что он действительно мог серьезно повлиять. Поэтому мы взвешиваем. Вот этот слайд, он, как сказать, может быть сразу же сложно так его осознать, но это вот именно простой такой Excel. Здесь мы берем добавочный доход. То есть, прогноз без рекламы. То есть, это не цифры Бенеттон, это просто для примера, для того, чтобы показать расчет взято. Представим, что прогноз 400 тысяч, доход составил 500 тысяч, 100 тысяч. Это то, что принесла нам реклама. И вот как мы распределяем. Предположим, тут, опять же, каналы взяты просто от балды. Там тут могут быть любые. Вот такая корреляция у нас есть. У нас есть вот такой охват. Мы взвесили корреляцию с охватом. То есть, вот это именно влияние с учетом охвата. И процент каждому каналу отдали. То есть, вот что у нас там получилось. Какие-то каналы вообще, причем, не оказывают никакого влияния. То есть, ну, по крайней мере… Здесь надо отметить, что каналы, которые мы думали, что они влияют. Да. По факту они ни разу не влияют. И мы туда раньше сорвали бюджеты просто. А выяснилось, что никаких положительных действий для нас они не несут. Да, совершенно верно. То есть, здесь могут быть такие инсайты, да. Для каждого свои. Я думаю, что вот очень в этом плане плохо слушать чьи-то другие истории, когда говорят, что вот этот канал работает, а вот этот не работает. Проверьте сами. Потому что, действительно, выводы там неожиданные были. И обращая внимание, вот это обычно прям важный такой инсайт, да. То, что мы считаем именно только с помощью роба, только с помощью, где есть связь, это намного меньше всего эффекта. Поэтому это такой вот момент. Далее, каналы, которые эффективны для онлайн-продаж. Очень часто, вот если не считать, многие думают, что если хорошо приводят каналы онлайн-продажи на сайт, то они будут хорошо работать для оффлайн. Абсолютно не так. Иногда прямо полностью противоположно. То есть, есть каналы там популярные. Я специально не называю, какие, потому что, я говорю, это могут быть выводы только для Benetton. Популярные, хорошие каналы, они прекрасно приносят доход в онлайн, но для оффлайна они не работают. И наоборот. Есть те каналы, которые для онлайн совершенно никак не работают, зато хорошо работают для оффлайн. Есть каналы, как раз те, которые нужно запускать чуть раньше, а есть те, которые нужно позже. То есть, здесь есть план по времени, да. Какие-то находятся каналы в начале воронки, получается. То есть, они создают подготовительную такую почву, которую потом добивают другие каналы. И тоже вот с помощью такого анализа можно как раз просчитать, когда какой канал лучше включать, на какую силу, на какую мощность, для того, чтобы привести именно максимум продаж за выделенный бюджет. И, зная уже вклад каждого канала, зная время, зная вот эти вещи, уже можно, в общем-то, формировать следующий маркетинг-микс. У нас, например, запланирован ряд экспериментов таких, то есть, повторные такие тесты, которые дадут нам оптимальный сплит каналов. То есть, сейчас у нас считается как раз следующее. В общем-то, основная часть — все. Если есть вопросы, тогда мы с удовольствием ответим. Такое называется, быстро о сложном. Коллеги, во-первых, большое спасибо. Я думаю, что можно поблагодарить. Если есть вопросы, спасибо. Спасибо. Доклад реально очень прикольная и, мне кажется, логичная формула почета каналов. Единственное, что, мне кажется, на каждой конференции кто-то всегда свою новую формулу выводит. Но это здорово, потому что из этого можно выбирать и применять к своему бизнесу. А основной вопрос, мне кажется, цель всей этой формулы, если я правильно понял, заключается в том, чтобы в будущем, впоследствии, сделать сплит каналов такой, который будет наиболее эффективным для этого бизнеса. Выбирать не нужное, добавлять нужное. У вас это уже было или это в будущем? То есть, это, по сути, итог всей этой истории. И, может быть, есть какая-то уже прогнозная модель, мол, смотрите, вот следующая рекламная кампания, вот это мы все уберем, вот это добавим, потому что это было эффективно. И вот такой у нас будет прогноз продаж. Какие-то такие штуки есть уже? На Андрея даже ответит, да? Сейчас мы как раз провели этот тест в марте первый. И сейчас мы запускаем второй тест по итогам первого размещения. Да, мы сделали, мы ограничили сплит каналов, добавили специально новые каналы, посмотреть их влияние. И как раз по итогам сентября будем оценивать уже результаты. Круто. Ребят, поделитесь историей. Собственно, это модель тестирования. В соцсетях потом. Да. Это же итог, по сути, для чего делали? Для того, чтобы выбрать каналы, и как это лучше или хуже сработало. Да, собственно, это, большому счету, это модель тестирования рекламы. То, что вы делаете рекламу, вы получаете какой-то эффект, вы смотрите, что неправильно работает, что правильно, и что могло бы работать правильно, а вы туда денежку не положили. Да, и потом проверяете. Да, потом вы делаете следующий тест. Смотрите и сравниваете с предыдущим. Вот крутой и следующий тест. Просто прошу, если будет возможность, поделитесь в соцсетях, будет очень интересно. Вам точно расскажем. Спасибо. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, а в чем принципиальная разница методологии в сравнении с классической эконометрикой, которую многие медийные агентства предлагают, если она есть, и если вы с ними знакомы. Уточните классическую методологию агентств, потому что на самом деле агентства много чего предлагают. Да, просто методик разных, но разных много. Но ту, которую я могла в своей практике использовать, это когда оценивают contribution каждого медийного канала условно в трафик или в количестве чеков. смотрят, ну если упростить совсем эту историю, смотрят на конкурентное окружение в истории, смотрят на сезонность бизнеса. Ну классика эконометрики, они все эконометрики строятся примерно одинаково. Ну можно и так сказать. Нет, тут как раз важно, потому что действительно способы есть разные. То есть я поясню на всякий случай, да еще раз, что здесь основное, что мы, так сейчас покажу, то есть мы именно не просто берем и все продажи, считаем, что все продажи принесла реклама. Это неправда. То есть мы именно берем прогноз и берем добавочный эффект, вот сверх прогноза, вот и уже его делим. А там ровно так же? То есть воспринимает, вы фактически определяете процент, да, там может быть товарооборот, может быть там трафик, как угодно, который принес вам именно эффект вашей компании рекламной. Нет, ну хорошо. Я просто пытаюсь понять, в чем отличие. У меня не было цели анонсировать какой-то сверхновый метод или еще что-то. То есть мы показываем просто, как мы работаем, что это можно выводить все в отчеты, за этим можно следить, автоматизировать. То есть если где-то это уже активно используется, то мне было бы интересно, кстати, посмотреть практическую реализацию. Ну это тот же OMD Media Direction, это много делает агентств медийных. Ну я ни разу не видела, то есть у агентств вот такой аналитики, вот лично я, но может быть я мало знакома с агентствами. У вас аналитическое агентство, не рекламное. Здравствуйте, спасибо большое за доклад, он реально крутой. Смотрите, очень захотелось все это дело попробовать, но я понимаю, что это довольно требовательная история. Можете рассказать примерно про… Ну вот насколько я понял, это на наборах данных работает. Насколько много их нужно, и есть ощущение, что это какие-то продажи по дням, которые вы потом агрегируете, и потом только корреляцию выстраиваете. Потому что если нет, то тогда это как-то странновато. То есть интересно, как строится модель прогнозная, да? Вот смотрите, давайте представим, что я прихожу к вам завтра и говорю, что надо попробовать. А у нас FMCG бренд, который тоже продается в онлайне, и тоже, ну, не такие, конечно, медийные бюджеты, но они там, ну, приличные, скажем так. И мы тоже хотели бы узнать, есть ли влияние, вот эта пресловутая фраза, инкрементальный рост продаж, коллеги, покажите, пожалуйста, вот это вот. Как-то вот можно ответить на этот вопрос? Ну вот как бы вы с этой задачей справлялись? Какие бы вопросы вы задавали? К чему нужно готовиться? Ну, то есть да, нам нужно собрать все данные. Мы обычно начинаем с того, чтобы собрать все данные. То есть достаточно данных о продажах, да, по дням. Достаточно данных о рекламных активностях, то есть нам нужен охват. Охват в разрезе региона, как правило, нам нужно привязываться все-таки к региону, то есть максимально точно. И для тех там, то есть все каналы, в общем-то, могут быть разные, особенно оффлайн-каналы, но, как правило, для всех для них все равно есть возможность посчитать охват и перевести его вот в то, что нам нужно. Поэтому мы собираем отчеты с агентств для оффлайн-каналов, а для онлайн мы просто забираем данные из рекламных кабинетов, либо у нас уже настроены интеграции, возможно, они есть в базе. То есть да, это был первый шаг, когда мы собрали все данные в Google BigQuery в одном месте. А то есть получается, что это должна быть некая база данных, в которой есть продажи по дням и результаты рекламных активностей по дням. Да, совершенно. То есть это такой прям огромный массив данных. Да. А размечали вы потом это ручками? Ну, типа регион, не регион? Ну, у нас есть уже там преднастроенные словари, у нас есть, то есть есть наработки, так скажем, да, действительно, не всегда везде все, особенно с регионами, и вот если мы хотим по всей России, и у нас там есть много всего, то, да, не всегда там и Крым в Google-картах, до сих пор не русский, и другие проблемы. Хорошо, спасибо большое. Да, спасибо еще. Я комментарий добавлю. Вот вопрос по поводу того, что агентство тоже предлагает. Во-первых, надо было сменить название. Говорю. А по поводу того, что предлагают рекламные агентства, здесь в принципе то же самое, но просто за другие деньги. Просто это дешевле выходит. Ну, вы придете в агентство за аналитикой, за хорошей, и даже, хотя даже самое простое, овок взять. Сколько денег вы туда занесете, чтобы вам построить хорошую аналитику? Мы начинали с моделей LTV, например, с моделей, с когортных анализов и всего-всего-всего. Просто ребята делают это хорошо и делают это дешевле. Все просто. Нет, коллеги, мне кажется, все-таки немножко не в том преимущество, то есть, а для нас, да. Солокс мы сотрудничаем тоже, то есть, мы являемся партнером. Здесь дело в том, что это у вас все, это на ваших данных, это ваша база, у вас остается все у вас, у вас есть все скрипты, все дешборды и все прочее. Это ваши данные, ваш продукт, он находится у вас, вы видите, как строится этот прогноз. В случае, если это находится где-то вне, то есть, это какой-то продукт внешний или внешнее там агентство или еще что-то, то получается, что это где-то вне рассчитывается, да, то есть, у нас идет вот именно цель наша, она максимально автоматизируется, автоматизация всего, что можно автоматизировать, чтобы там в том числе папе потом можно было отсылать в майнбокс, там управление рекламой, там в каналы управления рекламой и так далее, то есть, чтобы это все именно у вас считалось. Тут большая разница вот именно в этом. Все-таки, мне кажется, свои данные надо хранить у себя и считать у себя. Бюджеты надо хранить у себя. Так, можно? Александр Моряков, «Снежная королева». Когда вы говорите на уровне моделей, подхода, я понимаю, тут все понятно, математические алгоритмы там все ясны. Мне кажется, тут интересно и начинается, когда мы говорим уже о специфике. Вот из того, что я услышал, вы считаете корреляцию между рекламными расходами и неким приростом трафика по отношению к прогнозу, ну, оборота по отношению к прогнозу. И здесь возникает вопрос, насколько корректно мы строим вот этот самый прогноз оборота. Потому что, помимо рекламных факторов, он будет зависеть там от погодных условий, от сезонности, от того, поменялась ли у вас структура товарных категорий к прошлому году, например. И хочется понять, как вы вот это учитывали. Спасибо за вопрос. На самом деле, вот я даже подготовила чуть-чуть более подробный слайд, как считается, для как раз таких возможных, чтобы было лучше видно. Смотрите, во-первых, все-таки мы смотрим корреляцию с продажами, не с добавочным эффектом, потому что добавочный эффект – это хорошо, но его именно совокупный, весь совокупный сплит принес. То есть надо это понимать. То есть не какой-то отдельный канал, а именно работа совместная вот именно того или иного сплита. И мы именно считаем корреляцию с учетом всех других каналов. То есть отдельная корреляция какого-то канала с доходом, она может быть в разы выше. А именно когда мы строим матрицу, то у нас получается с учетом влияния других каналов. Это очень важно. То есть мы каждый раз тестируем сплит, а не отдельный тот или иной канал. Что касается прогноза, мы специально для этого строим прогнозную модель и проверяем на предыдущих периодах с учетом всевозможных факторов. Например, здесь у нас был важный фактор. Это мобильность. Из-за того, что у нас там были всякие разные поправки, особенно в прошлом сезоне на коронавирус, то мы обнаружили, что у нас есть, допустим, такое влияние, как люди, это есть в Google данные, как люди двигаются в районах метро, сильнее и слабее. И вот это тоже влияет на продажу оффлайн. Ну и так далее. То есть мы оцениваем, на самом деле, большой ряд факторов. И как мы проверяем? То есть проверяем мы очень просто. Если нам удалось достаточно точно предсказать несколько предыдущих периодов, у нас идет кросс-валидация, это называется, тогда мы говорим о том, что мы можем верить и на конкретный тот период, который мы считаем. Если не удалось, значит, мы что-то не учли, действительно погоду или еще что-то. Тогда мы достраиваем модель, мы ее оптимизируем. В том числе даже перед следующим тестом мы тоже валидируем модель, что она у нас по-прежнему хорошо предсказывает. Сергей, компания «Меломан». Подскажите, пожалуйста, у вас здесь стоит коэффициент корреляции для разных каналов. А как вы его вычисляли? То есть на основании каких данных вы этот коэффициент корреляции выбили? На основании данных по охвату, то есть мы тут, как сказать, для разных каналов мы все приводим к одному виду. То есть мы стремимся понять охват. Где-то в какие-то моменты мы там корректируем эти показатели на лайки. То есть здесь есть нюансы. Если честно, это длинная тема. То есть как правильно собрать охват каналов. Это прям вот отдельная тема, наверное. Но главная суть, нам нужно узнать, какое количество людей именно увидели, произвемодействовали с рекламой. То есть именно в завершенном виде воспринимали ее. То есть вы берете статистику охвата по каналам и сопоставляете ее друг с другом и считаете, что точно такие же процентные соотношения или точно такие же доли это влияют на оффлайн продажи. То есть есть некая аксиома, которая лежит в этой модели. Правильно? Ну, охват вы же можете узнать только в интернете. Либо провести какие-то опросы среди посетителей магазинов. Нет, нет, нет. Именно в интернете. Вы только в интернете. Да, там просто более точные данные с опросами мы пробовали. А вот можно этот слайд как раз обратно? И у вас получается, что один канал, он, ну, точнее так. Ну да, вот, например, что у вас там? Google CPC 0.8 десятых это самый охватный канал. И вы считаете, что Google CPC в оффлайн магазины приводит больше людей, чем все остальные, которые здесь приведены. Правильно? Нет, посмотрите, как раз здесь его взвесили с охватом. Специально здесь это как бы придуманные данные, поэтому, смотрите, охват у него намного меньше других каналов, и в итоге у него осталось только 15%. Подождите, так а вот коэффициент корреляции 0.8 самый большой в этом? Да, но я говорю, что мы взвешиваем с учетом охвата. Ну, в общем, вот эту логику я вашу не понял. Ну, ладно, это с учетом охвата продаж? С учетом охвата канала. То есть, сколько людей он превзимодействует, то есть, мы не берем только корреляцию, мы ее еще взвешиваем. А взвешиваете за счет чего? Ну, то есть, понятно, за счет чего взвешиваете? Ну, то есть, мы смотрим, какая доля охвата была у какого канала. Не понял тогда. Ну, вот, а 0.8 – это корреляция? Это же вот вы только что сказали, что это охват аудитории. Нет, корреляция – это как охват. Вот охват увеличился, и продажи увеличились. Это корреляция. Охват понизился, и продажи понизились. Это значит корреляция. Вот корреляция 0.8 составила. То есть, вы почему-то решили, что Google CPC привел меньше продаж. Вот как учитываются все всплески и падения по магазинам? Я предлагаю, правда, давайте сейчас вот, да, там просто трудно нам пообщаться, потому что это длинная такая интересная тема, я сама очень люблю про нее разговаривать. Как строить прогноз? Здесь просто Google CPC не особо в кассу. Ну, это просто пример. Это просто пример от балды совершенно. Просто мы написали. Немножко прицепились к примеру, да. Просто как первый попавший сигнал. Во-первых, если даже он здесь был бы, это больше брендовый трафик. А брендовый трафик, так или иначе, его рост или падение всегда коррелируют с продажами магазинов, потому что примерно 60% трафика людей, кто целевое действие хочет делать, они заходят сначала на сайт, потом они идут в магазин. Вот. Поэтому, если бы был бы именно вот прям разговор по Google CPC, это было бы именно это. Второй момент, что учитывается не только охвата самой истории, но и точка запуска своей истории, ее показы и расширения по неделям, по дням, например. А у блогеров это пост. Пост влияет очень сильно на продажу в конкретный момент времени, два дня, примерно. Два дня и плюс отложенное влияние в течение недели. Это все тоже учитывалось при построении модели. Как бы Аня просто потом это умно скажет. Вот это я так вот. Ну, я говорю, я расскажу всем желающим. Спасибо. Спасибо большое, Андрей, Анна. Спасибо. Спасибо.